Приветствую! Анялхасеё! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня, ребята, у нас очень насыщенный обзор. Мы должны с вами посмотреть целую линейку для лица от польского бюджетного бренда Эвелин с чайным деревом и пудра, и тон, и консилер. Также палеточка неоновая от этого же бренда Neon Lights на 8 рефилов и неоновые карандаши от Lamelle. Я знаю, что очень многие из вас ждали моего отзыва на них. Мы сегодня с самым милым котом на свете, который, как всегда, занят цветочками больше, чем в нашем видео. Очень довольны и образом, и теми продуктами, которые у нас сегодня на повестке дня. И если вам интересно узнать, как же все наносилось, желаем вам приятного просмотра! Ребята, у нас сегодня с вами дел вообще не в проворот. Нужно и палетку посмотреть, и новую коллекцию от Эвелин. Ну, конечно же, как всегда, для Украины это новая коллекция, но для самой Польши, потому что Эвелин, это польский бренд. Не такая уж она и новенькая, скорее даже уже такая средненькая. То есть, она вышла, наверное, зимой. Ну, короче, давно уже у всех были обзоры, но на мейкапе без доставки с ЕС, а просто вот чтобы купить, заказать и на следующий день не привез курьер, я смогла только сейчас. Я говорю о коллекции с чайным деревом для проблемной кожи. Мне 27 лет, но я все еще мучаюсь от акне по гормональным причинам, точнее, по причинам гормонального сбоя и от того, что у меня жирная кожа. То есть, скорее всего, я так и буду жить с этими маленькими проблемами на лице. Но это не смертный приговор, поэтому, ребят, у кого тоже проблемная кожа, держу за вас кулачки, все мы вместе и будем тестировать, как справится эта коллекция с моей кожей. Как раз у меня тут чуть-чуть кое-где подсыпало. Знаете ли, раз в месяц у всех кое-где подсыпает. Также я, ух, называется, все, вы меня уговорили. Я сделала это из-за вас. Вот такой заголовок видео. Я купила все карандаши от Lomel новые, гелевые, неоновые. Здесь шесть оттенков, просто взяла и заказала все. Ну, как бы, знаете, карандаши много не бывает. Я обожаю карандашную подложку и, как бы, отзывы на них все замечательные. На прошлую лимитку, которая была в деревяшечке. Так, они же деревянные, я вам не вру, так это не он. Прошлая лимитированная коллекция была в дереве и у меня все еще есть эти карандаши. Я их не до конца использовала. Здесь, правда, названия постирались. Ну, очень похожее оформление. Здесь внизу есть сердечки и на новых гелевых тоже есть сердечки. Они, видимо, доработали формулу и это стала именно гелевая формула, тогда как прошлая коллекция была просто деревяшечка. Ну, вы понимаете, да, карандаш просто в дереве был. Ламель, в принципе, популярны именно своими гелевыми карандашами. Те, кто, например, не любят их тени, я уверена, что реально у многих есть гелевые карандаши для губ, для глаз. У меня есть и их классическая линейка там, где просто черный-коричневый. Сейчас она расширилась. Там и зеленый, фиолетовый, синий появился. Тоже гелевый каял, который в слизи стоит лично держится. Также есть гелевые карандаши для губ. И вот теперь у меня есть просто все неоновые карандаши для глаз. И неспроста, потому что у нас сегодня с вами неоновая палетка от Evelyn. По крайней мере, называется она Neon Lights. Но у меня, на самом деле, большие вопросы к ее позиционированию как к неоновой. Но я неонового тут особо не вижу. Скорее, это просто такая классическая матовая цветная палетка. Здесь нет вообще сияшек. И мы будем работать ими вот так вот вместе. В принципе, потому что я видела по свочам, палеткой можно работать самостоятельно. Но мне же нужно где-то вам показать еще и карандашики. Поэтому будем все вместе пробовать. Вначале сделаем глаза, потому что они будут супер яркие. Потом уже протестируем коллекцию с чайным деревом. Пудра для лица. Я выбрала бесцветную, такую транспарантную называется. Это называется все, забывая русские слова. У меня в каждом видео есть момент, где я забываю русские слова. Ну, с кем не случается. В общем, здесь все на основе чайного дерева. Также тон. Мне кажется, что он такой замазочный. Чуть-чуть я его попробовала. И консилер, он на удивление легкий. Но в каждом из продуктов есть экстракт чайного дерева, что не может не радовать, потому что лично моя кожа очень любит компонент масла чайного дерева в уходе. Я и от Evelyn крем пробовала с чайным деревом. И не только. У меня в постоянном уходе крем от Viva Sun. Его тяжело достать в Украине. Есть вроде бы уже и стационарные магазины в River Mall в Киеве, например. Но все равно выгоднее с iHerb, например, заказывать. Я не призываю вас к его покупке, потому что он достаточно дороговат. И не факт, что более дешевый аналог, знаете, будет как-то хуже справляться. Просто я уже привыкла, наверное, лет пять пользуюсь, когда у меня прям жесткие высыпания, какой-то период обострения. То я пользуюсь именно этим кремом, и он мне помогает. И также я вам хочу показать линейку Ботаник Эксперт от Evelyn масла чайного дерева здесь в виде мицеллярки. Точнее, экстракт чайного дерева 100% написано. Антибактериальная мицеллярная вода не тестируется на животных. Я, как вы знаете, достаточно скептично отношусь к мицеллярной воде. И как часть ухода мне она не сильно нравится. Но иногда я все-таки покупаю себе подобную продукцию, особенно в месяца, когда я делаю активный макияж глаз. Или когда я знаю, что я буду делать активный макияж глаз, и нужно как-то более аккуратно его смывать. Потому что обычно я умываюсь гидрофильным маслом, и это просто такой пятачок на максималках. И, конечно, не очень приятно, когда у вас там и глиттер, и подводки, вот это все, знаете, в кашицу превращается. Поэтому я иногда делаю отдельный этап. На ватный диск мицеллярочку. Вначале растопила, сняла вот это вот глаза, и потом уже занимаюсь лицом. И если вас вдруг интересовала вот такая мицеллярка, потому что в тему как раз Театри, это все тоже, все та же линейка Ботаник Эксперт. Неплохая. Реально не щипет мне глаза, нормально смывает, как вы видите. Не знаю, как вам так и показать. В общем, пол баночки у меня здесь уже нет. К сожалению, здесь достаточно плохо видно. Насчет запаха. У меня есть ребята, которым важны ароматы. Я бы не сказала, что конкретно мицеллярка пахнет чайным деревом. Из того, что я вот понюхала, тональный активно так пованивает, а здесь просто запах обычной мицеллярной воды, как и у всех других брендов. Что ж, давайте приближаться, что-нибудь начинать делать, а то дел там много. Пока мы все с вами попробуем. Еще, ребят, я купила на пробу подводку от Evelyn Celebrities Eyeliner. Я ее тут уже убрала в свою постоянную. Я не знаю, будем ли мы ее сегодня пробовать. Вроде вы мне ее советовали тоже в инстаграм, что ли. Спрашивали, ли я ее использовала, потому что я вам советую от Evelyn Brush Eyeliner. Это такая подводка с кисточкой именно в виде фломастера. А здесь подводка именно такая, знаете, вот это вот отдельно тюбочек, отдельно кисточка. Не знаю, будем пробовать сегодня, не будем. Из того, что я успела потестить, она очень пигментированная, но какая-то жидковатая. Может будет течь. Поэтому, если нам сегодня захочется добавить к макияжу стрелочку, то будем тестировать. А если нет, то я потом как-нибудь в дальнейших обзорах покажу. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать вообще все интересные новиночки. Видео выходит часто, как минимум два раза в неделю. У меня тут, ребят, уже немножко подготовлено лицо. Я заколола волосы, чтобы видеть, куда что наносить. Брови также сделаны. Все детали макияжа с названиями всех-всех продуктов. Вы всегда можете подсмотреть внизу в инфобоксе. Я для вас стараюсь, надеюсь, вам приятно. Можете поддержать меня пальчиком вверх. Давайте, наверное, освежим консилер. Я вообще не помню, ли я навеки его наносила. И попробуем сразу сегодня работать на вот этом консилере с чайным деревом. У меня оттенок десятый. Я, честно, хотела 0,5 Porcelain, потому что у меня очень много тональных от Evelyn. Я ими фактически всеми довольна. И мне всегда подходил именно пятый оттенок. Но и в комментариях там, как всегда, знаете, Holy War на тему, что там у Evelyn с этими бедными цветами. Берешь десятый, он светлее пятого. Да, есть такой грешок у Evelyn. Но в любом случае я подсмотрела, что десятый тоже достаточно светлый. И как бы должен подойти мне, как и Porcelain. Вот как бы так и получилось. Видите, он идеально сливается с моей кожей. Я думаю, что я не буду вам делать их сводчи, потому что мы сейчас на глазах все увидим, как что будет наноситься. Единственный момент. А нет, хотел сказать, вот тут не видно номерки. Нет, на самих карандашах тоже прописаны их номерки. От 401 до 406. Интересно, будут ли они потом пополнять и расширять эту линейку. Увидим. И здесь как раз цвета фактически повторяют палетку. Я думаю, что они вдохновлялись радугой. Поэтому мы вначале растянем все весь карандаш, и потом наверх будем натаптывать сами тени. Карандаши сделаны в Китае по заказу United Cosmetic Group. Я надеюсь, что я правильно обозвала эту компанию. Простите, International Cosmetic Ltd. Это компания, которая принадлежит также LN Professional London. Поэтому если вас удивляет, что какая-то продукция у Lomel и LN несколько так похожа, то нечему удивляться, потому что один владелец. Но производится все в Китае. Хоть и написано, что London, London это только юрлицо. Но я думаю, что формулы, возможно, тоже оттуда взяты. И просто на мощностях заводов, которые есть в Китае, там уже идет само производство. В любом случае, я очень довольна качеством Lomel. По крайней мере, их карандашами. Это однозначно. Я хочу начать с, наверное, внешнего нет, внутреннего уголочка. И пойдем реально с вами радугой. Сейчас будем наносить такими какими-то кусочками, что ли. Я не знаю, насколько быстро застывает этот карандаш. Поэтому я подозреваю, что нужно частями тушевать, не нанести, а потом это все растирать. А вот так нанесла, растушевала, нанесла, растушевала. Начиная с внутреннего уголочка. Надеюсь, что вам тут все хорошо видно. Я вечно переживаю, что я не в центре кадра. Но вроде все окей. Батюшки, какой шикарный желтый. Желтый в прошлой лимитированной коллекции был немножко такой недоработанный. И они, видимо, услышали потребителей и решили все-таки светлые оттенки тоже вменяемыми сделать. И в гелевой формуле это, конечно, легче достичь такого эффекта. Потому что вот тот деревяшечный был немножко такой твердый. Им глаз как будто царапался. То есть он был самый менее качественный из четверки первого запуска. Здесь, наверное, все-таки все цвета будут плюс-минус одинаковые. Эту часть я, наверное, особо не буду растягивать, потому что мне хочется плотности. Дальше я иду в оранжевый карандаш. Это уже 406 оттенок. Самый последний, судя по всему. И оттягиваю. Главное, чтобы я сейчас не увлеклась каким-то цветом. И у меня все цвета поместились на глаз. Это будет цу-цуть обидно. Красиво. Мне нравится. Я бы на лето вот так вот просто и подводила. Там нижнее веко или верхнюю стрелочку тоже шикарно смотрится, мне кажется. Да, ребят, карандаши чуть-чуть схватываются. Мне, чтобы сделать более мягкую границу, пришлось дополнительно поднаносить карандаш и уже слой, который не застыл, оттягивать. Поэтому, если вы ими будете работать или купите, имейте в виду, что эти ребята у нас стойкие. Розовый. Тоже 402 номер. Мне кажется, они чем-то пахнут. Или нет? Мне, наверное, уже кажется. У меня тут и цветы, и кофе стоит. Уже непонятно, чем мне и что, откуда пахнет. Ребят, такой кайф. Они такие мягкие. Я помню, как все мы ждали и молили Ламель, чтобы они сделали эти карандаши цветные нелимиткой. И вот, пожалуйста. Классно, когда бренд слышит своего потребителя. Очень классно зашли их первые неоновые палетки. Но, конечно, было жалко, что карандаши лимитированные. И когда они выпустили Ultra Violet палетки, тоже хотелось, чтобы немножко позаботились о нас. И подложка все-таки была. А не купил палетку, и нужно что-то дорогое искать. Потому что цветные подложки, это не всем надо. Поэтому бюджетные бренды не все и выпускают. Уже красиво. Просто, вот посмотрите, карандашами уже симпатично. Классно, что карандаш, хоть и мягенький, он, знаете, не пюрешечный. Я, если более так активно надавливаю на веко, то нет того, что у меня он просто рассыпается в руках. Наоборот, очень комфортно. Фиолетовый просто мощь. И я специально, видите, какой цветовой гаммы введу оттяжку, чтобы у нас все как бы градиентом из одно в другое переходило. Здесь цвета это позволяют. Действительно, очень продуманная подборка. А не просто там, кто в лес, кто под рова выпустили. А вы там дальше придумывайте, что с этим делать. Я вижу, что у нас тут мистер солнце вышел. Не знаю, видно вам это или нет. У меня уже было засвеченное видео. Пардончи, ребят. Я надеюсь, что мы вскоре таки переедем. А то я вас все кормлю обещаниями, что видео будет. Мне вот сегодня муж подсказал, что нужно снять, как я там собираю косметику, грубо говоря, как я ее пакую. Что у меня там с новой коллекцией. Это у меня у нас же была коллекция косметики и кистей. Можно обновить более актуальную информацию. Если вам интересно такое видео, маякните мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду иметь в виду. И когда буду паковать чемоданы, то постараюсь вам снять такой ролик. Что-то я уже на нижнее веко полезла. Но ничего, смотрите, красота. Снизу у нас наоборот. Возле желтого будет зелененький. Я вообще этот год, у меня год зеленого цвета. Мне все очень нравится. Ну, блин, ребята. Карандаши уже кайф. Не знаю, что там будет с палеткой. Но как минимум одной покупкой из этого видео я уже довольна, что карандаши так растушевался. Его и не видно. Я просто, что их раньше не покупала без скидки. Если вот всю коллекцию, как я собрать, шесть оттенков, недешево вообще, ребят, недешево. Они там 60 с чем-то гривен стоят один. И небюджетно, так скажем. Но я думаю, что они того стоят. Если вы часто делаете color макияж, или если вам не нужно все шесть оттенков, то вы берете какой-то там один или два за 120 гривен. И будет вам счастье. И будет красиво реально. Просто как бьюти-блогеру, знаете, за полную цену тоже так купила. И такая по кошелечку-то чуть-чуть ударила. Ну, все. Мне нравится. И последний у меня 401. То есть первый, но последний у нас получается. Направляющую делаю синюю. Он как раз отлично войдет в фиолетовый. И у нас цветовой круг с вами на этом будет замкнут. О, как всегда, синий. Один из самых ярких. Возможно, сейчас я им стрелочку выведу. Посмотрим, как он фиолетовый растушуется или не растушуется. Все, ребята, я считаю, это кайф. Карандаше оправдали свою стоимость. Однозначно я их оставляю себе. Сейчас, когда мы уже нанесем тени, то я потом слизистую тоже добавлю. И посмотрим, как они будут держаться. Кстати, на консилере пока у меня ничего никуда не катается. Но он такой тоненький, что там, знаете, не на чем кататься. Он вот когда распределяется по коже, его как будто вообще нет. И я сижу что-то, думаю, что губы такие сухие. Давайте нанесем что-нибудь. И будем уже тени наносить. Открываем нашу неоновую палеточку. Сейчас я вам покажу сводчики, ребят. И, в принципе, наверное, самое классное, это то, что вы увидите на глазах. Потому что я всегда говорю, что сводчи на руке не всегда показывают то, что есть на самом деле. Как бы это грустно не было. В палетке нету кисточки, есть только спонжик. Эти палетки вывалены на 8 рефилов. Они плюс-минус все одинакового качества. И обычно это хорошее качество. У меня был обзор на Essential Rose и на Sunset. Что-то либо Sunset, либо закат, либо рассвет. Я все ссылочки оставлю в инфобоксе тоже на старые обзоры. И я очень довольна, на самом деле, вот этими восьмерочками от Evelyn. Это невысокая цена, но при этом хорошее качество. Особенно те, которые более или менее нюдовые. Вы купили и просто радуетесь, знаете, палеткой на каждый день. Она сама за вас там все красит. И здесь они выпустили уже, конечно, поинтереснее. Что-то такое яркое. Давайте быстрее на глаза это переносить. Начинаем из желтого. Единственное, что я абсолютно не понимаю, зачем они добавили сюда вот этот белый оттенок. Я так показываю. Надеюсь, что вам вообще эту палитру видно. Ну вот, во-первых, это что, неон? Evelyn, алло! Мы просили неоновую палетку. И называется она неон lights, а не нюд lights или еще что-то. Я, в принципе, не очень люблю такие светлые оттенки в палетках. И просто не понимаю, зачем его сюда ложат. Разве что под бровь, типа как хайлайтер. Ну, в общем, такое желтый. Здесь немножко такой горчичным отливает. Отлично переходит на кисть. Вот, все видно, все есть. Тут осенило, что, возможно, даже более эффект адекватный был бы, если бы я наносила это спонжиком. Но это не точно. Сейчас понабиваю. И видите, желтый такой, как бы лимонный, но не неоновый. Здесь неоновостью вообще не пахнет. Поэтому, если вы хотите именно неоновые оттенки, то вам все-таки кламель, а не кевалин. Здесь просто цветные рефилы, типа желтенькая, достаточно бюджетная история. Может, кому-то оно и надо. Честно, если бы вы меня не просили, я бы, наверное, неонлайтс и не покупала. Особенно вот, которая большая версия, они выпустили в большой и в маленькой. Я взяла маленькую, думаю, ну, хайбудэ. А вот, ну вот видите, оно какое-то все такое, особенно желтый, меня расстраивает. Карандаш был гораздо красивее до того, как я его покрыла этими тенями. Дальше я возьму вот этот цвет лососика, раз у нас нет оранжевого, то что, розовый будет с лососика переходить. И вот этот розовый, такой лососевый, он больше похож на неон. Это таки даже чуть-чуть, как будто оранжевый, но мы его на оранжевый карандаш наносим, поэтому все возможно. Надеюсь, что сейчас мне эти тени не испортят макияж и все будет так же красиво, как при карандаше. Но вот видите, я прям натаптываю эти тенюшки, а плотности как будто нет. Если вы знакомы с color макияжами, часто их делаете, то у меня такое чувство, что вам может это не понравиться. Дальше беру более розовый малиновый. Нет, вот насколько я там немного ругала ультравайл, это особенно вторую палетку, где есть красный или синий. Синий вроде бы плохой был. То здесь ситуация еще хуже, чем у ламель, ребят. Мне кажется так. Ну что-то переходит, но как-то все очень так. Скудненько, фиолетовый. Вот я просто иду по палетке, как она сверху вниз идет, от светлого к темному и наслаиваю. Даже не парюсь, одну и ту же кисть беру, потому что я заинтересована в градиенте. Но вот я вижу, что как-то не слишком, но гладко. И это точно не вина карандашей. Карандаш и топчик. И дальше самый темный фиолетовый. Затемняю себе внешний уголочек. Вот, кстати, самый темный фиолетовый классный. Но это же не неон. Мы, когда покупаем неоновую палетку, мы не ждем темно-фиолетового. Ну, я так думаю. Ладно, Эвелин. Пока вы меня немножко расстроили. Ну, потому что, да, это есть оттенок, но это не неон. Назовите, это просто какая-нибудь там сочная радуга. Что-то, знаете, вот в такой истории. Но если вы называете это неонами, то покупатель хочет, покупая неоны, получить неоны. А вот нам немножко дает не то в подарок. Набираю зеленый. Здесь он единственный. И он очень красивый в палетке. Момент истины. У-у-у, а зеленый хорош. О, да, ребят, зеленый очень красивый. Он как будто такой травянистый, но при этом не болотный и не чумазый, хочется сказать слово. Он, знаете, именно такой плотненький. Посмотрите, какой кайф. Вот зеленый очень красивый. А учитывая, что я очень люблю зеленые макияжи, это то, что нам нужно, девочки. Ой, посыпалось. Еще и в глаз попало. Тени сыпятся. Это факт. Мне здесь и на лицо попадало, и палетка достаточно сильно грязнится. Всегда, когда у вас палетка вот такая из черного пластика, глянцевого, на ней отлично видно все осыпания. Поэтому тут как бы без приукрашиваний просто вот поднимаете палетку, и видно на ней самой, что у вас где посыпалось. И другой стороной плоской кисти я набираю синий оттенок. Он тоже выглядит очень ярким. И мне кажется, так и есть. Сейчас переносим. Ой, сыпет. Чем больше набираешь, хочется поплотнее сделать цвет, тем больше он сыпется. Это, конечно, логично, что чем больше набираешь, тем больше может быть из спани, особенно если не стряхивать. Ну, блин. Хочется чуть-чуть получше качество. Я всегда так сильно хвалю Эвелин. Мне так дорог этот бренд. Реально не знаю почему. Он просто сильно нравится мне. Какая-то у меня личная симпатия. Но если, знаете, что-то недоработано, то что же я вам буду врать. Вот какая-то такая история с этой стрелочкой. У меня синий получается. В целом, градиент выглядит не дурно. Но я думаю, что это заслуга больше карандашей. Чем тени? Тени очень сильно сыпятся. И, к сожалению, далеко не все оттенки выглядят так на глазу, как они выглядят в палетке. Ну, я повторюсь, назовите это сочной радугой или ничего. Ну, вот в голову у меня какая-то сочная радуга приходит, да? Потому что здесь фактически все цвета радуги. Ну, не все, но большинство. Но зачем называть это Neon Lights и не ложить сюда неоны? Вот это для меня загадка, к сожалению. Возможно, вам это понравится, если вы принципиально не хотите пробовать бюджетные неоны от Lamelle. Потому что в бюджете не так много неоновых палеток, то вы можете взять Evelyn. Но, держа в голове, что это будут не неоны, это просто будет бюджетная яркая палетка. Такая цветная, голубой, фиолетовый, розовый. Да, вы получите цвет, но это не будет неон. Вот такой вывод у меня. Давайте я быстренько доделаю глаза и будем пробовать продукты для лица. Ребят, я не удержалась. Я все-таки попробовала подводку. Честно, я не сильно поняла, почему на нее так много отзывов на мейкапе. И я вот не помню, конкретно ее вы мне советовали или нет. Но мелькала она у меня где-то то ли в инстаграме, то ли в комментариях на ютюбе. Такая совершенно обычная подводка. Да, она насыщенного черного цвета. Она достаточно быстро подсыхает. Но дает время вам нормально поработать. То есть у меня к ней особо нареканий нет. Но мне со скидкой она досталась 52 гривны. Поэтому за 52 гривны топчик. Она называется Celebrity's Eyeliner. Такой совершенно обычный футлярчик. Но достаточно удобная. И внутренний уголочек, и внешний. Я делала все ей. Никакой другой подводкой я не пользовалась. Слизистую я тоже уже нанесла гелевые карандаши, чтобы посмотреть, как они держатся. Очень комфортно. Я их не ощущаю. Так что давайте пробовать уже продукты для лица. И начнем мы именно с тона. А уже потом перейдем опять к консилеру. Посмотрим, как он наверх тона наносится. И вообще перекрывает ли он что-то. И пудра, конечно же. Честно, не читала отзывы про эту линейку, чтобы составить свое такое более объективное мнение. Из-за того, что я часто использую и выбираю какие-то уходовые средства по принципу наличия масла и чайного дерева в составе. То есть я такой, знаете, опытный юзерщик чайного дерева. И к запаху его тоже привыкшая. Я думаю, ну это точно линейка для меня. Надеюсь, что сейчас на нас порадует. Если, ребят, вы не любите запах масла и чайного дерева, или вы даже не знаете, как оно пахнет, то советую где-то понюхать, потому что это очень специфический аромат. Он очень резкий, и вам может быть неприятно. Здесь 30 мл. Эвелин, не пожлобились. Молодцы. Написано, что веган, все дела. Но самое главное, что здесь заявлено, что это антиполюшен эффект. И знаете, мне кажется, это такой маркетинг. Да, есть в этом смысл. Если вы житель большого города, то загрязнение воздуха это не шутки. И часто акне, вы можете думать, господи, почему же меня сыпет? А это на самом деле от грязного воздуха, если вы, например, не носите тон. У меня было такое в жизни, что когда я активно посещала косметолога, у меня была такая где-то третья степень акне хорошая. И я, конечно же, часто чистки делала, и не хотелось вообще на себя ничего наносить. Хотела, чтобы оно все там заживало. Но даже косметолог мне советовала купить хороший тон и использовать его. Потому что шанс того, что мои поры забьются от грязного воздуха, знаете, от машин, от газа, гораздо больше даже, чем от тут просто там прогуляться. Поэтому тут не дело конкретно в этом тоне от Evelyn, что он антиполюшен. В принципе, любой хороший тональный будет вам делать эффект антиполюшен, просто потому что у вас будет, знаете, такой барьер между вашей кожей и грязным воздухом большого города. Маркетинг наше все. Здесь также витамин Е. Давайте, наконец-то, пробовать. Написано, что есть SPF 10, но 10 это очень мало. Да, аромат, конечно. Вот прям чайное дерево. И у меня цвет какой-то суперсветлый тоже. Ну, конечно, порселан, но здесь он не 0,5, 0,1. Вначале выдавливаю себе на руку. Ой, что-то он такой жиленький. Я помню, я его пробовала, он показался мне даже таким немножко замазочным. Но мне кажется, он просто фиксируется. Сейчас я поставлю себе вначале такую наскальную живопись. Я люблю так делать, чтобы тон, знаете, просто не возюкался непонятными. Спонжиком для начала попробуем распределить. Он действительно как будто фиксируется и такой становится чуть-чуть замазочный. И для проблемной кожи, возможно, это и хорошо, потому что я знаю, что девушки с проблемной кожей, да я сама девушка с проблемной кожей, любим мы, конечно, такое среднее покрытие или даже среднее к полному тяготеющая, потому что легкое покрытие, ну, просто будет заставлять вас чувствовать себя чуть-чуть некомфортно. Хочется, знаете, раз уж тоном пользуешься, ну, чтобы от него эффект был. Наносится приятно, но в нос очень сильно бьет запах чайного дерева. Повторюсь, ребята, если вы с ним никогда в жизни не сталкивались, прошу, понюхайте, прежде чем пробовать эту серию. Причем, что по неведомым мне причинам консилер так не пахнет. Это конкретно от тона такой сильный аромат идет. Немного я выдавила с тюбика, на самом деле, и удивлена, что мне хватило вот разнести на все лицо. У меня тут, на самом деле, на мне была нанесена сыворотка, которая, видите, чуть-чуть скатывается. Но ничего страшного, я просто не планировала сегодня снимать, а потом что-то меня переклинило, появилось вдохновение, думаю, ладно, раз уж сыворотка нам нету, будем с ней снимать. Она не сильно предназначена для того, чтобы быть базой под макияж. Ну и фиг с ним, ребят. Так тоже можно. В плане каких-то покраснений я бы не сказала, что тон прям супер как-то перекрыл, но он ощущается очень освежающим, даже как будто немножко холодит. Ну, в общем, для такой жирненькой кожи это прям кайф. Возможно, для сухой кожи это будет суховато. Имейте это в виду, если у вас комби или жирное, то вам подойдет. И вот действительно как-то ощущается, как будто такой легкий увлажняющий крем у меня. Не могу понять, почему такое чувство, как будто он действительно с холодком. Антибактериальный эффект, антисептический, цинк есть. Это вообще прекрасно, потому что, ребятушки, у кого активное воспаление, вам действительно это может помочь. На первом месте вода. Я люблю тонаны на основе воды, они обычно такие себе легенькие. И также действительно есть в составе цинк, но она же на пятой строчке, ну что-то далековато. Но ничего, главное, что он есть. На счет покрытия хочется, конечно, мне добавить, но давайте лучше консилера прибахнем, чем тона вот это наслаивать. Тем более, раз у нас консилер есть. И здесь немножко уже другой состав, но также написано, что антисептический эффект. 7 мл. И в моем любимом консилере, по-моему, больше. А нет, ребят, даже меньше. В моем любимом консилере, который ликвид камуфляж 5 мл, а в новом 7 мл. Так что, ну ладно. Давайте, давайте. Здесь такая лопаточка. Также под глаза нанесу. Мне кажется, нежелательно, конечно, под глаза такое наносить. Банально, потому что, если антисептический эффект, может подсушивать. Ну, ничего. Я, знаете, сегодня, девиз сегодняшнего, тени не неоновые, ну, ничего. Консилер будет сушить, ну, ничего. Я у вас тут великий экспериментатор сижу, и вот здесь мне прям хочется перекрыть. Я вас всегда учу тому, что нужно не стесняться своей кожи, и сама сижу такая вот это замазываю. Пол лица консилера. Ну, я тоже человек, ребят, не безгрешно. И, исходя из количества консилера, которое мне захотелось на себя нанести, у тона все-таки недостаточно покрытия, и либо нужно его в два слоя наслаивать, либо нужно добавлять консилер, как это сделала я. И нет, все-таки с таким количеством консилера перекрытие есть. И не хилое такое, потому что вспомните, как мы наносили его как базу для карандаша и теней. Он прям практически растаял в коже, то есть вы можете контролировать степень покрытия и наслаивать, или более тоненько наносить. Так, сейчас под глазами быстро подтушую. В итоге очень довольна и покрытием тона, и покрытием консилера. Однозначно, обладатели сухой кожи, к сожалению, проходим мимо, вам будет сушить и подчеркивать. Но если вы жирненькая, вы мучаетесь от активного выделения севома, особенно летом, мне кажется, это просто супер. Еще если он действительно благотворно будет влиять на кожу, то почему бы и нет. Я попользуюсь и потом вам расскажу, как оно там высыпает, не высыпает, регулируется ли севу. И у меня пудра в 001 оттенке Transparent. Все те же обещания. Масло чайного дерева, экстракт зеленого чая, минеральная глина, витамин Е. Здесь, кстати, интересно, где сделано. По заказу в Франции, но я так понимаю, что все-таки в Польше, потому что они не указывают, что все-таки Made in Paris или еще где-то, просто Made in EO. У Эвелин часто есть такая хитриночка, что типа у нас в офис во Франции, но делаемся мы в Польше. Так, тут есть такой отдаленный аромат чайного дерева, но он еле-еле уловим. Я видела почему-то конкретно на эту пудру было много жалоб, что первый оттенок почему-то с оттенком, но у меня он абсолютно белый. И я, в принципе, и хотела просто закрепляющую пудру. Надеюсь, что она не будет выбеливать кожу. Я только с недавнего времени начала пользоваться компактными пудрами. Так, до этого у меня сердце было навечно отдано рассыпчатым пудрам. В частности, из-за пудры Эвелин, которая персиковая и банановая. Потому что я как-то сразу, когда начинала свой макияжный путь, именно их попробовала, и мне очень сильно понравилось. Да так и прикипело. И только недавно после Белор Дизайн Рисова я поняла, что компактные пудры тоже не стоят на месте, и они вообще-то классные. Поэтому стоит им давать шанс, стоит их пробовать. А я вот, знаете, вот эта узколобая немножко, узколобость включила, что все, хочу просыпчатую и не буду смотреть на компактные. А нет, надо все пробовать, ребят. Не надо себя ни в чем ограничивать. Знаете, ребят, мне не хочется сглазить, но у меня такое чувство, что я впервые за долгое время сижу в видео именно с каким-то тестом новых продуктов, с нормальным цветом. У меня нормального цвета шея, у меня совпадает вот это все. На эти том лица пудра действительно не выбеливает, она просто приятно матирует, и я однозначно довольна линейкой с чайным деревом. Если вы прыщавенькая, если вы, как и я, мучаетесь от Себума, Эвелин, нас порадовали. И учитывая, что в Украину только недавно эта линейка пришла, правда, я не знаю, насколько недавно, ну давайте сделаем вид, что для меня это как минимум новинка, вот, пожалуйста, летняя новинка от Эвелин. У меня, как всегда, ребят, если видео касается Эвелин, то лицо я доделываю вот такой трешечкой. И каждый раз, когда я вот, знаете, так с сомнением вам ее советую, потому что у меня еще теплый оттенок, 02 Pitch Beige, есть более холодный 01, мне всегда казалось, что она типа такая, средненькая, учитывая, что она без скида где-то в районе 200 гривен стоит. Но потом я смотрю на монтаже и каждый раз удивляюсь, что она действительно очень классно смотрится в кадре, поэтому палетка на самом деле намного лучше, чем кажется, и по ее такой заюзанности можно понять, что я ей достаточно часто пользуюсь. Также хайлайтер я использовала от Lamelle, палетка пигментов Fly High. На губах у меня сочетание Lamelle, вы знаете, сегодня такой микс Lamelle и Evelyn, 407 гелиевый карандаш, и как раз я вам рассказывала на начале видео о гелиевых карандашах Lamelle, и помадка Oh My Kiss от Evelyn. Я помню, когда эта серия вышла, тоже не так давно, возможно, год назад, так мне понравилось. У Evelyn на страничке тоже эти свочи, эти помадки, они такие симпатичненькие, мне так хотелось. Я помню, гонялась на мейкапе, их то ли распродавали, я не успевала купить оттенок, который мне хотелось. У меня 01 такой, видите, холодный коричневый, но какое было мое разочарование, когда я все-таки купила ее. Во-первых, она воняет. Она пахнет таким чем-то химозным, как пластиком или глиной даже, ну, неприятной, ни конфетками, ничем таким вообще ни в коем случае. И ощущается она также поверх губ. То есть, хоть оттенок и цвет приятный, я этой помадой пользуюсь крайне-крайне редко. По-моему, там в одном или в двух видео я с ней посидела, и на этом все, больше в жизни я и не мазалась. Прекрасно, ребята, она еще и на зубы мне перешла. Ну, чтобы я совсем красиво перед вами сидела, давайте я вам покажу макияж вблизи. Я крайне довольна сегодняшним образом. На удивление, это полностью матовые глаза. Здесь только я хайлайтер под бровь немножко нанесла, тот же, что и на скулу. И все равно, ребят, такой кайф. Я редко довольно матовыми образами, но этот прям в сердечко такая. Сочная радуга меня не покидает это название. Возможно, Эвелин стоило все-таки назвать палетку именно так. С слизистой карандаши не пропали. Думаю, вам это видно. У меня здесь зеленый, ближе к внутреннему уголочку, и синий нанесен. Все на месте. Прям кайф. Мы действительно сегодня с вами, ребят, столько всего попробовали, и мне кажется, тот случай, когда нет смысла как-то вот каждый отдельный продукт называть. Потому что такие цветные, особенно там карандаши или тени, лучше всего сами за себя говорят в процессе нанесения. Я думаю, я очень детально вам всем показала, как что наносилось, как что тушевалось, и вы уже сами сможете принять решение, нужно вам вообще вот такой запуск или нет. От себя карандаши просто бомба, ламель молочинки. Я, по-моему, в обзоре на неоновой палетке как раз ругалась, что-то, ну, не наругалась, а как бы такая, ламель, где наши карандаши? Тогда они еще не анонсировали их выход, и вот буквально спустя там пару дней после выхода видео ламель выпускает неоновые карандаши. Новинку, я думаю, все. Ламель меня услышали, не только меня, я уверена, потому что действительно многим ребятам приглянулся прошлый запуск лимитированный, и палетки, насколько я знаю, это лимитка ультравайлайт, но карандаши добавлены в постоянную коллекцию, так что теперь у нас есть бюджетная подложка, еще и такого шикарного качества. Помада продолжает отпечатываться мне на зубы, и я опять ей недовольна. Наверное, после этого обзора я ее выкину, чтобы она меня не раздражала. Вот у Эвелин много всякой продукции, которая у меня годами в косметичке, я перепокупаю консилер, это где-то мой пятый тюбик, может даже больше, который HD Liquid Camouflage, также тональный, который капельный с пипеткой, ну просто потрясающе. Также палетка для лица, мне все очень нравится, но вот некоторые их новинки, они очень спорные, поэтому для меня новая палетка не онлайн, я ее, в принципе, и не хотела покупать, я ради вас ее приобрела, чтобы вам, ребят, показать. Ей можно краситься, но я все так же придерживаюсь мнения, что она далеко не всем нужна. Если вы только пробуете цветной макияж и хотите сделать его добротно, то в плане цены-качества, да, вы сможете сделать, сможете попробовать, у вас там ничего не будет, ни стейна, ничего такого, вы нормально это ототрете, на руках ничего не остается после свочи этой палетки, надеюсь, что сейчас как-то я смою глаза, тоже все будет хорошо, но как опытному пользователю я действительно не думаю, что вам это нужно, а вот линейка с чайным деревом просто шикарна. Я не знаю, насколько мое лицо сейчас выглядит со стороны, но то, как ощущает себя кожа, ребят, это бомба. Реально классно, у меня как будто вообще ничего нету на коже. Хотя у меня здесь добротный слой консилера, вы видели, что я так психанула и просто на пол лица себе его намазала, еще и пудрой так хорошенько припудрилась, все просто отлично. Давайте я так присмотрюсь, нет, ну, во-первых, оно ничего не окислилось, ребят, все отлично смотрится, все нормально сочетается, там лицо и шея, поэтому в этом плане, все, мое добро жирненьким ребятам, вот эта линейка Tea Tree от Evelyn. Честно, ребят, даже не хочется с вами прощаться, очень мне нравится этот макияж, и подольше хочется просто посидеть перед вами в кадре. Давайте я возьму свой капучино и подниму за вас этот тост. У нас, наверное, уже давненько не было этой традиции, а мне она нравится. Я знаю, что многие ребята смотрят видео с утра. Если у вас еще утро, желаю вам прекрасного дня, вдохновения, хорошего настроения, возможно, мой макияж подарит вам какую-то такую идею для креатива, или если вы смотрите вечером, возможно, во время еды. В общем, всем приятного аппетита, всего самого лучшего. А у меня уже, наоборот, завершение дня я снимаю, по-моему, наверное, учитывая, что мы снимаем уже больше часа, то сейчас, наверное, около 9 вечера. И знаете, удивительно, что летом вроде вечер глубокий, относительно глубокий, когда тебе 27, то 9, а то уже вечер. А светло, да, вот, знаете, я начинала канал осенью, потом зимой, как бы, пик был, когда я прям много-много снимала, и я уже привыкла к тому, что рано темнеет. А сейчас уже все, солнечная сторона, и особо так не поснимаешь днем, поэтому нужно перестраиваться. В общем, за вас, ребят, очень вас люблю, ценю вашу поддержку, спасибо за все комментарии и за ваши лайки. Можете делиться в комментариях, хотите ли вы что-то попробовать из того, что мы сегодня с вами обозрели, возможно, линейку с чайным деревом или палетку от Evelyn, возможно, вы даже решитесь на большую, которая на 16 оттенков или даже более, но мне кажется, что это немножко лишняя трата денег. И также пробовали ли вы новые гелевые карандаши от Lamelle. Ну и чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх. Подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео. А нам с вами. До скорых встреч!